Третья встреча, третья программа, программа разноплановая и масштабная. Насколько важны заключения таких договоров, подписания таких соглашений на уровне церкви и власти? Важны, потому что церковь и власть государства, мы выполняем друг друга, мы живем в одном Отечестве, мы один народ, поэтому необходимо развиваться духовно, сотрудничать, соработничать, так я бы сказал, понимая, что это наш долг, это наша ответственность и возрождать все то, что, к сожалению, было и в времена загублено. Ну и, конечно, отвечать на те вызовы, которые делают сегодня современная жизнь. Было сказано, и уже говорили сегодня на встрече с главой государства Синода, и сегодня было сказано губернаторам, что жизнь меняется, действительно это так. Люди также меняются, поэтому надо делать все для того, чтобы люди менялись в лучшую сторону. Чтобы люди духовно совершенствовали, чтобы помнили свое прошлое, потому что без прошлого нет будущего. Поэтому как раз эта программа, она и вот помогает совершать то, что мы должны делать. Как я уже сказал, мы дополняем друг друга в разных сферах нашей жизни. Вы так и, а вот скажите, здесь столько, столько, столько много, я прочитала программу, более 20 листов. Да, вот, да. Все стены. Все стены. Все стены жизни, да. Да. А нас, вот как Вы считаете, можно ли выделить основное из этих подпунктов, которые есть в этой обширной программе? Или по-другому поставить вопрос? Для Вас самое важное что? Это, конечно, как для священного служителя, как для епископа, это духовная жизнь. Это самое главное, духовная жизнь нашего общества. Стремление к тому, чтобы наше общество не потеряло правильных ориентиров. Потому что Вы видите, что делается сегодня. Сегодня безнравственность заворачивается в очень красивые обертки и преподается как норму жизни. Этого не должно быть, ведь Христос говорит, что Я вчера, сегодня и завтра тоже. Поэтому ничего не должно меняться в нравственности. Это самое главное. Если человек будет нравственным, если он будет ответственным за свои поступки, то он будет человеком везде. Будь он в церкви, будь он на каком-то предприятии, будь он на работе, будь он за рулем. Но ведь наблюдаем все, иногда возмущаемся, что падает культура, падает культура. Нет уважения друг к другу, нет уважения за рулем, нет уважения в транспорте, нет уважения просто на улице, нет уважения на работе и так далее. Этого не должно быть. Мы должны быть людьми. Об этом мы должны всегда помнить. Потому что если забудем, то потеряем правильный ориентир. Он говорит так по-евангельски, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Поэтому вот самое главное, это конечно духовная жизнь. И как раз все те, так сказать, отделы, управления, которые сотрудничают с церковью, церковь в первую очередь говорит о духовной жизни, о духовности. Это и военным, это и тем, кто оступился, нарушил закон, кто пребывает в заключении, это и образование, это и культура. Вот как раз культура также необходимо помнить, что такое культура. Потому что тоже, к сожалению, сегодня стараются выдать совершенно далекие вещи от культуры, как культура. Это не культура, это образ чьей-то жизни, отдельно взятого человека. Но это не культура, и не надо превращать ее в то, что должны жить так все. Мы имеем ориентир, это христианские ценности, как очень часто об этом говорят на самом высоком уровне, ну, евангельские ценности, я бы так сказал. Поэтому вот это и самое главное.